Принято, принято. Режим С-100-1, 17-20. Крюки открыты, горят. Принято. Включил секундомер. Принято. Следующая остановка, поднимай земля. Экипаж космического корабля «Союз-ДМА-19М» вернулся на землю с полугодовой экспедиции. Космонавт Юрий Маленченко, астронавт НАСА Тимоти Копры и британец Тимоти Пик приземлились в казахстанской степи. Командир экипажа Юрий Маленченко – космонавт с огромным стажем. Эта посадка уже шестая в его карьере. Есть с чем сравнивать. Стандартная средняя посадка, не очень жесткая, не очень мягкая. Было два соударения. То есть первый контакт, и после этого второй. Через пять секунд я отстрелил одну стрельнику парашюта. И спусками аппарат успокоился. То есть нормально, все хорошо прошло. При штатном спуске с орбиты экипаж испытывает перегрузки до 5G. На космонавта как бы давит его пятикратно увеличенный вес. Чтобы перенести такие перегрузки, перед полетом космонавты тренируются на центрифуге. Помогает и специальный лыжемент, сделанный индивидуально для каждого космонавта. На сегодняшний день космонавты наши все летают в креслах Казбек, которые установлены на кораблях. И соответственно для них изготавливаются индивидуальные лыжементы. То есть непосредственно под каждого космонавта его обмеряют и отливают непосредственно под него лыжемент. Не шибко удобная поза, скажем так откровенно. Но в принципе комфортно для того, чтобы перенести весь цикл полет. Возвращение на Землю экипажа начинается задолго до касания спускаемого аппарата с Землей. Вначале космонавты готовятся к отстыковке. В это время специалисты ЦУПа внимательно следят за состоянием всех систем и самих космонавтов. Мы летим вокруг Земли, мы разворачиваемся против полета двигателя, начинаем тормозить. Включаем двигатели и двигатель у нас начинает тормозить. После этого мы начинаем резко идти к Земле. Мы входим в плотные слои атмосферы, корабль начинает. Перед входом он разделяется. Из трех частей мы сидим в середине, спускаем аппарат в капсуле и спускаем аппарат и начинает идти к Земле. Он начинает при входе в плотные слои атмосферы, начинает весь гореть, начинает тормозиться и при этом начинают на нас действовать перегрузки. На высоте около 50 километров из-за трения вокруг капсулы образуется плазменная оболочка. Температура за бортом больше 2,5 тысяч градусов. От перегрева спускаемый аппарат и экипаж спасает термоизоляция. Защита, она достаточно хитрая. Вот если присмотреться на корпусе корабля, вот такие вот дырочки везде. Дело в том, что при нагревании, при большой температуре, вот этот очень полустый слой, местами он 50 миллиметров, 57 миллиметров, он как бы начинает выпускать из себя газы при нагревании. И вот эти газы начинают вот через эти дырочки выходить. Тем самым газ как бы охлаждает поверхность корабля. Атмосфера тормозит корабль. И на высоте 10 километров выпускаются парашюты. Корабль снижается скоростью примерно 9,5-10 метров в секунду. Но, тем не менее, для посадки эта скорость очень большая. Поэтому есть система мягкой посадки. То есть в днище корабля установлены двигатели мягкой посадки. Двигатели мягкой посадки — это шесть небольших твердотопливных двигателей в днище корабля «Союз». Именно благодаря им спускаемый аппарат не разбивается о плотную поверхность Земли. На пилотируемой космонавтике у нас используется двигатель разделения, отделение головного обтекателя, в частности для «Союза». А для больших таких вот ракетоносителей, как «Протон», мы разрабатываем, изготавливаем двигатель отделения ступеней. Вес такого двигателя — 15 килограммов. В космосе имеет значение каждый грамм. Поэтому конструкторы разработали такие небольшие, но очень эффективные двигатели. Вот мы имеем разведной макет двигателя мягкой посадки. Он состоит из соплового блока многосопельного, из твердотопливных шашек порохового заряда, воспламенителя и первого устройства для включения двигателя. Почти все в космических кораблях сделано с запасом. Инженеры подготовились к любой нештатной ситуации. Так и конструкция этих двигателей предусматривает многократные перегрузки. Конструкция у нее имеет достаточно запас прочности, рассчитан на давление до 600 атмосфер. Это определяется тем, что на случай посадки на мягкий грунт, типа песка, и когда идет процесс затыкания сопел, чтобы двигатель не разорвало в внутреннем объеме спускаемого аппарата, чтобы он выдерживал это давление. Двигатели мягкой посадки обеспечивают комфортное приземление спускаемого аппарата на любую поверхность. Наиболее подходящее место посадки рассчитывается вместе с траекторией спуска. Но специалисты должны быть готовы к любой нештатной ситуации. Несколько лет назад в такой ситуации оказался «Союз ТМА-10». Галлистический спуск — это траектория артиллерийского снаряда. То есть тогда вот это динамическое качество аннулируется путем закрутки корабля со скоростью 13 градусов в секунду. То есть он такой винтиком, буравчиком таким вот винчивается. Траектория получается намного круче, то есть уже нет вот этого планирования. Как результат растут перегрузки. Они могут достигать 8-9 единиц. В нашем случае было практически 9 единиц. Олег Котов был бортинженером корабля, который приземлился по баллистической траектории. Через полгода, весной 2008-го, по такой же траектории вернулся корабль с экипажем Юрия Маленченко. Тогда место посадки отличалось от расчетного на 400 километров. Хотя ощущение, когда ты идешь в баллистическом спуске, довольно спокойное, потому что ты чувствуешь, что он очень надежный, он идет по четкой траектории и там как бы отказать ничего не может. То есть довольно такое безопасное ощущение. Ты чувствуешь, что ты идешь в хорошем, надежном режиме. Хладнокровие экипажей – правильное решение. Результат не только многолетних тренировок, но и работы техники. Шести маленьких двигателей, которые много лет смягчают космонавтов возвращение на Землю. Однако посадка на новом корабле «Федерация» станет еще надежнее. Новый корабль воплотил в себя все самые лучшие решения, которые были реализованы на Союзах. Это будет посадка, во-первых, на шасси, это будет посадка с использованием двигателей, мягкой посадки, там очень мощные двигатели. Мы на этих двигателях будем не просто садиться, а даже уметь подлетать к какой-то площадке. Там будет парашютная система, она не такая, как здесь на Союзе, она будет немного другая. Собственно, задача этой системы только погасить скорость достаточно большую, а дальше идет уже нормальная ракетная посадка, мягкая, на шасси. Более того, эти двигатели позволят успешно сажать космические корабли и на Луну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok